Фёдор Достоевский – писатель, философ, мыслитель, публицист, автор романов «Бедные люди», «Преступление и наказание», «Идиот», «Униженные и оскорблённые», «Братья Карамазовы». При жизни творчество Фёдора Достоевского не нашло должного понимания у современников, и только после смерти его оценили по достоинству. Он получил звание классика русской литературы и лучшего романиста в мировом масштабе. Родился Фёдор Достоевский 11 ноября 1821 года в Москве в семье Михаила Достоевского и Марии Нечаевой. Отец мальчика принадлежал к роду шляхтичей Достоевских. Местом его работы была Мариинская больница для неимущих, где и родился будущий классик русской литературы. Мать Фёдора была из рода столичных купцов. Семья Достоевских была многодетной. Жили Достоевские довольно скромно, но на образование детей не экономили. Латынь они изучали с отцом, читать научили под руководством матери. Потом наняли приходящих учителей, с которыми дети прошли азы математики, научились говорить по-французски и писать на русском. Первым серьезным ударом судьбы для Фёдора стала смерть матери в 1837 году от чахотки. Ему тогда только исполнилось 16, и он тяжело переносил потери близкого человека. Отец теперь сам решал судьбы детей и не придумал ничего лучшего, как отправить Фёдора и Михаила на учебу в Петербург. Они стали студентами инженерного училища, хотя, как вспоминал позже Достоевский, мечтали о поэтах и поэзии. В 1843 году Достоевскому вручили диплом об окончании училища. В этом же году он получил распределение на должность полевого инженера-подпоручика в Петербургской инженерной команде. Однако спустя год подал рапорт об отставке. С тех пор его биография тесно связана с литературой, которой он посвящал каждую минуту своей жизни. Фёдор очень любил европейскую литературу. Его кумирами были Гомер и Анаредо Бальзак, Уильям Шекспир и Виктор Юго. Помимо этого его привлекало творчество соотечественников, среди которых самыми почитаемыми были Лермонтов и Державин, Гоголь и Карамзин. Но настоящий трепет Достоевский испытывал по отношению к Александру Пушкину. Он читал его стихи с ранних лет и многие знал наизусть. Именно смерть Пушкина стала вторым ударом после мамы для молодого Фёдора. Он даже говорил, что если бы не носил траура по любимой маме, он бы попросил отца разрешить ему носить траур по Александру Пушкину. Началом творческой биографии Фёдора Достоевского стал роман «Бедные люди», работу над которым он закончил в мае 1845 года. Произведение начинающего писателя так понравилось молодым литераторам того времени Николаю Некрасову и Виссариону Белинскому, что первый присвоил ему звание «Нового Гоголя» и напечатал его произведение на страницах своего альманаха «Петербургский сборник». Белинский отметил, что автору удалось раскрыть такие подробности жизни на Руси и описать характер у людей, над которыми никто и никогда даже не задумывался. Он назвал работу Достоевского первым социальным романом, притом написанную так ярко и так талантливо, что невозможно выразить словами. В 1847 Достоевского увлекли идеей социализма. Он стал постоянным участником кружка Петрашевского, где активно шло обсуждение судебной реформы, свободы книгоиздательства, отмены крепостного права. На одном из заседаний кружка Достоевский познакомил публику с письмом Белинского к Николаю Гоголю, которое считалось запрещенным. За это в апреле 1849 он был арестован и посажен в Петропавловскую крепость, в которой пробыл восемь месяцев. Решением суда он был признан главным преступником, потому что не донес Нобелинского и распространял текст запрещенного письма, в котором автор подрывал устои церкви и правительства. Он получил высшую меру наказания – расстрел, но буквально перед самой казнью вышел указ императора о смягчении приговора Петрашевцам. Вместо расстрела Достоевский отправился в Омск на 4 года отбывать каторгу, после которой служил рядовым в Семипалатинске. В 1856-м, после коронации Александра II, Федора амнистировали. Достоевский не прекращает работу ни на один день и вскоре представил на суд читателей свое новое детище – роман «Униженные и оскорбленные». Затем издал рассказ под названием «Скверный анекдот», повесть «Записки из подполья» и очерк «Зимние заметки о летних впечатлениях». В 1861-м году Федор и Михаил Достоевский начали издавать собственный литературно-политический журнал «Время». В 1863-м его закрыли, и братья переключились на выпуск нового журнала, получившего название «Эпоха». В те годы Федор часто выезжал за границу, он посетил Францию, Германию, Швейцарию, Англию, Австрию, Италию. Именно там он пристрастился к рулетке, которая найдет отражение в его новом произведении «Игрок». Начиная с 1860-го по 1880-е годы, Достоевский упорно трудился над созданием романов, которые прославились как великое пятикнижие. Это были «Преступления и наказания», «Бесы», «Идиот», «Подросток» и «Братья Карамазовы». Все они, за исключением «Подростка», оказались в списке 100 лучших книг всех времен, которые составил Норвежский книжный клуб и Норвежский институт имени Нобеля. Работу над «Братьями Карамазовыми» Достоевский завершит в ноябре 1880-го года, буквально за несколько месяцев до смерти. Роман стал последним произведением классика. Возраст писателя приближался к 40-й отметке. О настоящего счастья в личной жизни он так и не узнал, пока не познакомился с Анной Сниткиной. В ее лице он обрел верную подругу, мать его детей и прекрасного помощника. Она сама издавала романы супруга, занималась решением всех финансовых вопросов, потом издала свои мемуары о любимом муже. Свой последний роман писатель посвятил именно ей. В этом браке у Достоевского родились две дочери – Софья и Любовь, и два сына – Федор и Алексей. Софья умерла еще в младенчестве. Трое выжили. Но продолжил дело отца только один ребенок – сын Федор. Сердце Федора Достоевского перестало биться 9 февраля 1881 года. Писатель страдал туберкулезом легких, хроническим бронхитом и экземой легких, которые стали причиной смерти. На тот момент известному писателю было всего 59 лет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok